Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан, вы на канале JBJ и это обзор игры Spellbreak. Это новая игра, которая доступна бесплатно абсолютно всем в Epic Stores. Насколько я понимаю, это тупо PvP игра. Сейчас вот я только её запустил, прошёл небольшую регистрацию и вот такая вот заставка. Собственно, смотрим, что будет дальше. Это первый запуск игры, друзья. Я ещё даже не смотрел, не зная управления, ничего не знаю. И, ооо, какая здесь мышка жёсткая. Давайте, общая громкость, эффекты музыки, вот громкость голоса, игра, игровой процесс, чувствительность мыши. Поставим, я не знаю, наверное, пятнашку, потому что, ну, это супер много. И масштаб, я не знаю, где-то на 10, наверное. Или тоже где-то на... Давайте на 13 поставим. Вроде всё нормально. Настройка контроллера, привязка клавиш, двигаться, бросить предмет... Чё? Бросить предмет карман. Control 3. Чё? Применить... Ага, то есть то скинуть, это применить. Присесть. Мы ставим Control. Применить руну левый. Shift. Я не знаю, давайте поставим на Alt. Мне это попроще будет. Прыжок Space. Скрыть, показать интерфейс. Control, Shift. Заб, похер. Короче, топим, друзья. Давайте-ка. Отключено. Стрелять я не могу, судя по всему, да. Но сейчас разберёмся. Насколько я понимаю, это PvP-игра. Играть мы будем за мага. То есть здесь, я так понимаю, различная магия есть. И вот мы уже прибежали к нужному нам чекпоинту, судя по всему. И меня зовут Авера. Я тоже разрушительница объектов. Изгнательница... Преступница Мах. Я застаю в ордене разрушителей объектов. Мы постоянно противостоим хранителям объектов. Мы оберегаем наших разрушителей. И начнём тренировку. Всё. Друзья, вот, я не знаю, вот это вот какая-то фишка, вот с этим, то, что ты падаешь откуда-то там, с какого-то самолёта, дракона, ещё с какого-то говна спрыгиваешь, вот как в PUBG придумали, да. И на самом деле, блядь, могли бы скреативить. Левитация. Расходует ману, её можно включать и выключать. Окей. Давайте полевитируем. О, как я лечу. Ага, тут мана, в принципе, регулярно пополняется. Это я чувствую... О. Да. Все перчатки дают заклинания. И волшебство Q. Окей. Так, Q. Ах, вы ж пиздюки. Собственно, я тут ни в кого попасть не... Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Смотрите, что я творю. Ага, это Q. Что даёт Q? То есть, если зажать, ничего не происходит. Правой кнопкой мыши ничего так же не происходит. Судя по всему, оно оставляет такой вот поджог. И если на него волшебство более универсальное, чем заклинание, но часто использовать не получается. Хорошо. Сейчас посмотрим, что за волшебство. И здесь вот Q, друзья. Ой, вот это мощно. Вот это охуенно. Скажем так. И всем пизда. Собственно, существует множество видов перчаток. Ну и каждые свои особенности. Надев две перчатки, вы сможете... Объединить свои способности стихий. А это уже на самом деле интересно, друзья. Ящик, ящик. Неразрушаемый объект. Судя по всему, я получаю урон от своего же сплэша. И мне надо идти, судя по всему, вот сюда. Что ж, идём. И здесь ещё одна перчатка. Снарядить F. Стихии можно сочетать, получая нужный эффект. Что? Как это работает? Хорошо, сейчас разберёмся. Е. Это, судя по всему, вторая билка. И это... И когда он образует ваше ядовитое облако, нужно... Это, типа, взрывает, да? Хорошо. Что за пиздец? Меня постоянно куда-то кидает. Руна волчья кровь позволяет находить фрагов поблизости. Возьмите её. Окей. Это моп-хак, короче, насколько я понимаю. Альт, активируйте выбранную руну. Сейчас мы активируем и найдём абсолютно всех пиздюков. И, конечно же, покажем... А, вон они, блядь. Ах, вы ж сучки. Так, а как её деактивировать? Судя по всему, надо тоже... Ну, не знаю, друзья. Её деактивировать. Нажимаем Е. Взрыв. Ой, вот это мощь. Это реально было охуенно. И опять меня, блядь, кидает в какое-то говно. Существует множество чего-то там. Я не успел прочесть. В Hall of Lens вы... В Hall of Lens вы обнаружите свитки разума, тела и духа. Окей. Выбранные таланты улучшаются, когда вы читаете свитки соответствующие типа, разум, тело и дух. Окей. Окей. Это у нас... Короче, это типа разум. Читаем. И чё? А что случилось? Свиток разума повышает концентрацию, увеличивает урон заклинаний. Хорошо. Боди. Собственно, здесь, как видите, перевода полностью. Нет свиток тела. Усиливает тело, повышает скорость чтения заклинаний. Окей. И... Спирит. Дух, судя по всему. Талант духа. Что это за хуня? Талант духа... ...предаёт бодрости. Повышает, короче, дух. Давайте испытаем ваши новые способности. Уничтожьте этого пиздюка. Собственно, мы ещё не применяли кьюшечку. Применяли. Стоп. А если вот так вот? Да, это тотальный пиздец, друзья. И здесь вот у нас... ...талантище какое-то очередное. И это талант духа. Используйте различные таланты своего класса, чтобы добиться победы. И сейчас, короче, начинается уже замес. В Hall of Lens вы можете найти снаряжение. В этом случае используйте его. Ну, понятное дело, если мы найдём понятный хершин, нам придётся его использовать. И вот у нас снаряжение и другие предметы можно найти на земле в сундуках после победы над противником. Хорошо. Пошли искать. Так, скорость бега. Отлично. Броня. И максимальная мана. В принципе, всё неплохо, друзья. Амулеты увеличивают максимальный запас маны. Скажу так. Так, герой, в принципе, достаточно бодренько двигается. То есть, достаточно быстрая скорость бега. Я думаю, стрелять здесь будет сложновато. Но здесь есть сплэш, здесь есть взрывы. Необычный пояс. Вот, держите. Улучшенное снаряжение для моих разрушений. Только высший сорт. Собственно, берём пояс, берём скорость бега и берём максимальную ману. Отлично. Это говно выпало, это, собственно, понятно теперь, как всё работает. Одеваешь лучше, собственно, инвентаря здесь, судя по всему, никакого нету. То есть, говна пачку ты таскать с собой не будешь, допустим, как в PUBG. Здесь меня пытаются убить. Что это такое? Малое зелье здоровья. Длина поглошения уходит 3 секунды. Исцеляет 21 здоровья. Отлично. Берём. И теперь нажимаем... Что это? Двоечка? Двоечка. И чё? Сделал глоток ещё. Делаем ещё глоток. А, это единичка. Стоп. Это там заглючило что-то. Отлично. Делаем глоток, друзья. И у нас всё окей. И что? Ага. Оно исцеляет пассивно. Поглощение занимает 3 секунды. Дает 20 единиц брони на 10 секунд. Неплохо. Подойдите к нему, поглотите осколок брони, чтобы восстановить свою броню. Восстанавливаем свою броню. И посмотрим, что сейчас будет. Отлично. Есть броня. Запаситесь зельями и осколками, чтобы восстановиться в сложной ситуации. Надеюсь, сложных ситуаций у меня не будет. Здесь связь команды... Связь команд... И командная работа. Ключ к успеху. Чтобы победить, работайте в команде. Хорошо. С кем? Где команда? Отряд поможет вам добиться победы. Вот союзник, который будет прикрывать вас. Девочка, иди меня прикрывай. Собственно... Блин, всё равно сенса непривычная. Друзья, давайте я сделаю помедленнее. Потому что, ну... Я не играю. Я играю с супер медленной сенсой. Давайте поставим где-то десяточку. Наверное, да? А здесь где-то восьмёрочку. Не знаю. Ну, в принципе, уже... Ну, всё равно что-то непривычно, друзья. Но... Friendly Mage. Возродить. Собственно... Это он меня так прикрывал. То, что я, блин, сенсу поменял. И вы уже пиздаю. Этой бабе. Избегайте огня по своим. Многие из ваших способностей могут нанести урон своим. Пришло время последнего урока. С помощью портала разрушители входят в бюро заклинаний. Откройте карту. Используйте портал, чтобы отправиться на полигон. Полигон. М-карта. Ух ты! И что? Куда здесь отправляться? Я нихуя не могу понять, где здесь полигон. Практика, судя по всему, это... Я думаю, оно... Потрясающе! Капелька удачи, максимум старания. И вы станете знаменитым махом. И здесь вот... Друзья, вот, серьезно. Вот это вот какое-то падение хер знает откуда, но это полный бред, на самом деле. Вот, ну, могли, блядь, скреативить и придумать что-то не из этого. Потому что, ну, уже миллион игр, там, где ты прыгаешь с дракона, прыгаешь с самолета, с вертолета. И с какой-то хуйни, я не знаю, с катапульты, блядь. Ну, все что угодно, вот, после пабга пошла вот эта херня. И, на самом деле, я не знаю, как-то разработчики не могут угомониться с этой темой. Ты враг или друг? Судя по всему, он... А, это и я там кидаюсь. И что? Да, это и я там кидаюсь. Вот так, блядь. А, сейчас он топит, а? Не втопишь ты, дружок. А, что? Ага. Ага. Блядь, ни хуя себе. Да ты на уворотах, блядь. Иди в стеночку, блядь. Я же сам горю от этой стенки, друзья, но здесь есть такая штука, как армор. Так, а что мне делать? Enemy match. Окей. Так. Судя по всему, друзья, они бесконечные, им похуй. Что-то маловато я нанёс, да? Ну, давайте так. А, кстати, эта стена взорвётся, если я право к нам-то машу. Это типа ядовитый огонь теперь, да? Или... В принципе, это неплохо. А если скомбинировать, вот так вот. Нет, два сразу нельзя, друзья. Хотя, стоп. Кидаем это и это. Всё-таки можно. Можно два. И что мне делать здесь? Окей. Что мне делать? Ну, он не нравится. Ладно. Хер с ним. Так, и здесь... Перчатка яда, перчатка молнии. Кстати, да. Давайте. Сменим перчатку. И интересно уже, как это будет работать. Кью. И... И нихуя не происходит. Понятно. Оно нихуя не комбинируется. Здесь перчатка ветра. Давайте посмотрим Е, что делает. Ух ты. Ну, такое себе на самом деле. Ладно. Смотрим, что делает перчатка ветра. Блять. Ф. Хорошо. Я уже по привычке использовать Е. А здесь вот эта вот херня. Так. Что делаешь ты? Такое. Ну, скорость применения достаточно быстрая. А что делает вот эта херня? Она, типа, стягивает. А здесь ты такой... В принципе... В принципе, друзья, если взять вот эту перчатку, сделать там лужу и стянуть всех туда, будет достаточно неплохо. Смотрим, что делает вот эта херня перчатка Мороза. Это, типа, снайпер? И что? Ага. Нихуя себе, что она может, друзья. Это мощно, я бы так сказал. То есть ты увеличиваешь, и потом наносишь уронище. Судя по... Хэдшот здесь работает. Давайте проверим хэдшотик. Вот. Нет, хэдшот не работает. То есть здесь... И что это такое? Судя по всему, это что-то весёлое. Нихера себе. Давайте потестим, работает ли огонь вместе со льдом. То есть, потому что здесь вот такие вот какие-то комбинации, да, друзья. Окей. Нажимаем Q. Ставим эту херню. И лёд сразу. Огонь сразу тухнет, друзья. То есть огонь сразу тухнет. Здесь, на самом деле, надо различные вот такие комбинации. Перчатка пламени. Перчатка яда. Кстати, вот по поводу... Давайте возьмём перчатку яда. То есть здесь, смотрите, я, судя по всему, понимаю то, что ты выбираешь одну перчатку. Кстати, с перчаткой ветра. Мне вот кажется, что огонь всё-таки будет работать. Вот. Потому что, ну, ветер с огнём как-то, во всяком случае, должен сочетаться. Давайте попробуем. Я не знаю. То есть... Сейчас. Дядя пиздюки. Нажимаем. И... И стреляем. И вот такой эпик сразу получается. Ну, достаточно прикольно. Достаточно прикольно. Хотя, не знаю. Как сменить перчатку, вот именно огненную? На самом деле, это непонятно мне. Перчатка пламени. Так. Что может ещё сочетаться? Перчатка мороза, перчатка ветра мы сейчас используем. В принципе, перчатка молнии, ну, она вряд ли тоже как-то сочетается. Я не знаю. Здесь на самом деле, друзья, надо это всё, всю херню потестить. То есть, да, понять, как это всё работает. Для того, чтобы... Enemy match. Нихуя не понятно, что там от меня хотят. Давайте так и стреляем. Нихуя не происходит. Понятно, в общем. Не знаю. Давайте возьмём мороз, потому что мне реально прикольнула эта тема. Перчатка мороза. Заменить. Хорошо. Смотрим, что у нас здесь. Руна-рывок. То есть, это руны, насколько я понимаю. Руна-мазелья. Берём. Что это такое? Осколок. Смал... Короче, сундук какой-то. Редкая руна-полёт. Блин, это тачпад, друзья. Редкая руна-полёт. Давайте попробуем. Мне кажется, это халявный полёт будет. Но я здесь летать могу-то только на мании. Это, представляете, можно вот так вот будет взлетать. Просто хер знает откуда. Хер знает на кого нападать. И у нас... Это прикольно. Это реально прикольно, друзья. Смотрите, но... Управлять достаточно просто. На самом деле, вот что меня радует. Вот что этим полётом управлять реально достаточно просто. Собственно, смотрим, что в следующем ящике у нас, друзья. Я думаю, что надо будет зайти. Открываем. Полёт. И здесь редкие сапоги. Малое зелье. Берём. Руна-рывок. Руна-пёрышко. Давайте потестим, что это за руна-пёрышко, руна-пружина. Всё посмотрим для того, чтобы потом зайти, собственно, в ПВП-шечку. Или куда ещё что-то здесь можно, я не знаю. И что-то понимать. Потому что мне кажется, что я как зайду, так и выйду. На флане меня там просто сольют. Ставим альт. И что? И я типа парю, да? Это типа прыжок, и ты медленно приземляешься. Понятно. Хорошо. Хорошо. Руна-пружина. Это уже что-то будет поинтерактивнее, мне кажется. Волчья кровь. Это показывает врагов. Телепортация, друзья. Вот это вот что-то... И что, это всё? Это я вот так вот подпрыгнул и пипец. То есть я думал, она бафает прыжок. Но, друзья, как вы поняли, давайте опять... Вот, видите? Ты просто подпрыгнул и всё. Просто подпрыгнул повыше. То есть самая туфтовая руна. И руна телепортации. Мне кажется, что это будет какой-то реально имбой. Сейчас, конечно, мы это всё проверим. Посмотрим, что есть тут. Здесь тоже какой-то сундук. Перчатка яда. Куча всякой херни. Что ж. Редкий амулет. У меня вроде такой есть. И телепортируемся. Ага. То есть ты можешь выбрать, куда там... Ну, это имбово. Это имбово. Представляете, вот в ПВП такую хуйню. Ты стреляешь человека, думаешь... Ага, у тебя всё хорошо. Он уже сзади тебя убивает. Какой-то там взрыв летит. Не знаю. Мне кажется, что эта игра будет реально в топе. Что... Вы знаете, вот как модно говорить. Там, убиться папку, убиться там какой-то херни нездоровой. Вот это как раз про эту игру. Потому что, ну, здесь... Динамика сама по себе игры, она реально... Реально охуенная. Ну, согласитесь, это охуенно. Ну, понятное дело, пока ты телепортируешься, тебя можно нехуй делать убить. Но, тем не менее, мне кажется, что... Вот сама по себе игра. То, что ты здесь и летаешь сам по себе. Вот так вот, да, паришь. То есть, какие-то вот такие вот вещи там... Ну, это очень неплохо. Это очень неплохо. Стена вот эта вот... Вся эта хуйня. Ну, как видите, стену он убирает. Но мне кажется, что... Не знаю. Урона в любом случае больше не наносится. И... Ну, мне кажется, что... Перчатка льда, это... На самом деле, это как типа снайперская такая, да? Вот ты там зарядил. Блядь, надо отпускать, я понял. Я уже по привычке просто левую клавишу нажимаю. Вот. Как бы урона не кисло наносится. 51. Здесь у нас... Спайрбола 29, друзья. Но, в принципе, он потом горит. Пару секунд, а я... Такое... Волчья кровь. Короче, короче, друзья, я думаю, что... Надо как-то отсюда с Ебэбл вернуться в матч. Выйти в главное меню. Давайте выйдем в главное меню. И попробуем, собственно, с кем-нибудь даться. Во всяком случае, так. Адеп никогда не прекращает учиться. Скиталец постоянно следует... Это, короче, я так понимаю, я выбираю персонажа. Сила в учении. Поздравляем. Приветствуем вас, разрушители объектов. Выберите свой первый костюм. Но делайте это с умом. Потому что выбрать другой не получится. Не переживайте, другие костюмы будут доступны позднее. То есть, понятно. Сейчас посмотрим какого-то прям такого... Не знаю. Что-то не особо здесь их много. Блин, надо выбрать кого-то поменьше. У кого хитбокс меньше. Хотя, не знаю, здесь такой сплэш, друзья, что сомневаюсь, что как-то хитбокс вообще спасет. Ну, давайте вот этого возьмем. Подмастерия. Не знаю, похер, в принципе. Главное, мужик. Или он стрёмный. Ну, блин, ну это... Я, конечно, не расист, но... Мне как-то темнокожим играть не особо хочется. Хотя, в принципе, это стелс, друзья. Это стелс, особенно на тёмных картах. Вот я... Это как бы звучит как рофл, да? То есть, ну... Здесь, на самом деле, никакого расизма, друзья. Не думайте об этом. Но... Фишка в чём? Что вот есть игра такая Хант. То есть, да? Там про ковбоев. И там есть ночная карта. И вот как раз персонажи, которые, скажем так, одеты в тёмное, которые темнокожие, то есть туда, на ночную карту, заходят лучше, чем белые. Потому что, ну, по крайней мере, ты более беспалевный. То есть, ну... Поэтому не надо как бы задумывать, что я кого-то там пытаюсь как-то хейтить или что-то типа того. На самом деле, я суперлояльный человек абсолютно ко всем. Так, вы точно хотите выбрать этот костюм. Окей, выбираем этот костюм. Что-то мне кажется, что с громкостью какая-то хрень. Я не знаю. Надеюсь, друзья, вы меня будете очень неплохо слышать. Потому что что-то как-то... Не знаю. А, у меня здесь... У меня огромная громкость, друзья. Я нервничаю, потому что я сам себя не слышу. Собственно, окей. Откройте 25 сундуков. Откройте 5 сундуков проводником. Нанесите 200 урона, находясь на земле. Отлично. Собственно, начинаем играть. Обучение. Отряд. Режим игры. Режим игры. Батл-рояль. Тренировка. Обучение. То есть, тренировка. Оттачивайте свои навыки. Тренировки на острове. Это всё полная херня. Батл-рояль. Соло. В смысле... То есть, соло я не могу играть. Интересно. Давайте в скваде. Я ж надеюсь, друзья, то что... Никто, скажем так... Ну, а кого здесь добавлять? Где не пригласить друга? У меня нет друзей, блядь. В этой игре. Ну, как бы у меня есть друзья. Но в этой игре их нету. Друзья. То есть, не получается какая-то полная херня. Ладно, похуй. Будем играть соло против сквадов. Скажем так. Так, потом... Порыв ветра. Приударили лезвие в землю. Прыжок на ветре. Восходящий поток. Уизвенность. Жжение вашего торнадо. При входе в торнадо вы полетите в воздух. Шквал в воздухе. Урон от заклинаний. Стой. Здесь, то есть, вот, куча всякой такой интересной херни. То есть, да. Восходящий поток. Неуязвимость. На протяжении всего торнадо. При входе в свое торнадо вы... Подлетаете в воздух. Шквал в воздухе. Одну секунду. Урон заклинаний. Плюс 20. В воздухе. Одну секунду. Снижение получаемого урона. Внезапный прорыв. Порыв в воздухе. Одну секунду. Скорость восстановления. Волшебства. Блядь. Это интересно, я скажу вам. Таланты. Концентрат. Таланты. То есть, здесь уклонист. Что это за херня? Давайте проверим. Посмотрим. Здесь у нас, судя по всему, земля. Землю мы, кстати, не тестили. Краеугольный камень. При использовании ударной волны удар об землю. При использовании ударной волны... Ну, это, мне кажется, камнепад. Размер камнепада увеличивается в полете. Максимально зарядов камнепада. Что это? Ну, это интересно, на самом деле. Сгорание. В прямом попадании поджигает цель на 2 секунды. Радио взрыва огненного шара плюс 200. Неуязвимость вашей на стены пламени. При входе в вашу стену пламени. Полет 2 секунды. Пиролиз стена пламени плюс 100 урона на 2 секунды. Воспламенение. При попадании огненного шара появляется 4 маленьких огненных. Ну, это прикольно. Ну, друзья, ранг проводник. Скачок. Используйте удар молнии. Минус 100 расход маны на заклинание в течение 4 секунд. Второй удар. Удар молнии плюс 4 удара. Что, блядь? Ладно. Сосулька. Копьё зави... Ледяное копьё. Зависните в воздухе при прицеливании. На 5 секунд ледяное копьё посвящу цели при прицеливании. Ну, это, блядь. Это реально какой-то мапхак. Я не знаю. Неуязвимость к урону во время использования быстрой заморозки. Использование. То есть, это на момент, когда я её кастую, или же, когда я нахожусь в этой заморозке. Ледяное копьё. Перегрузка на 5 секунд. Выйдящее утром. Блин. И здесь у нас ядовитый брызген. Оставляют липкие ядовитые лужи. Исчезающий туман. Неудвимость. Ваши ядовитые облака приходят в свое облако. Рывок. Невидимость. То есть, здесь, друзья, ещё и ты получаешь инвиз на 3 секунды. Вспышка. Заболевание. Невидимка. Плюс 75 урона от ядовитых брызг. Блин. Ну, это прикольно. Ядовитое облако плюс 2 облака. Не знаю. Давайте таланты посмотрим. Здесь, то есть... Таланты это пассивные умения, обеспечивающие различные преимущества в матчах. Вы можете выбирать и настраивать таланты между матчами. Хорошо. Далее. Таланты делятся на третьей категории. Разум, тело и дух. Окей. Концентрация маны. Судя по всему, у меня нихуя не открыто, друзья. Вы можете здесь активировать нужные таланты или отказаться от него. Окей. Некоторые таланты сначала надо открыть, достигнуть заданного уровня в определенном классе. У вас есть лишь 6 очков талантов, так что выбирайте с умом. Доступные вам таланты зависят от класса. Так что не забудьте заглядывать сюда, если его сменить. Ну ладно, не будем заниматься херней. Подтверждаем вот это дело. И токсиколог. Хорошо. Продолжительный урон, скрытность, высокий урон на большом расстоянии, эффективность урон. Ну ладно, похер, друзья. Берем вот эту херню и попробуем что-то с этим сделать. Я не знаю, мне кажется, что я прогадал, потому что надо было брать какого-то кемпера, какого-то ледяного челика. Но блин, мне кажется, что инвиз это все-таки имбой попахивает. Но во всяком случае, ты, блин, забежал в это облако, 3 секунды тебя не видно, и ты просто-напросто убиваешь его какого-то челика, да? Ну сейчас меня, конечно же, вынесут, потому что я в это ни хуя играть не умею. Но в смысле, блядь? Я только появился, мне уже пиздюлей дают. Ах ты, подонок, блядь. Стоп. В смысле, это бот или кто это, блядь? Почему он не умирает, ни хуя? Как это работает? А, это типа здесь, как в пабге, да? То есть ты здесь, короче. Ну давай сюда, не знаю. Выбрать портал. Ну я выбрал портал, окей. И что делать? Ага, телепортация. Давайте куда-то на отшиб. Собственно, будем играть от поля, да? И вот я лечу, и вот летит. Негодяй. 10 секунд, друзья. Надо повисеть в воздухе для того, чтобы откатилось это ядовитое облако. И я его, конечно же, убил на них хуй делать. Давай, дружок. Летим с тобой в далекие края. Он, собственно... Так, стоп. Здесь один, значит, у нас... Сейчас будет заруба, друзья. Сейчас будет весело. Сейчас главное не слить в первую секунду. Потому что в пабге у меня такая хуйня была. Где ты, сука? Так, ладно, окей. Ищем, ищем, ищем. Здесь, судя по всему, в этом доме... Да, вот есть ящик. Друзья, активируем ящик. Открываем здесь кучу девайсов. Не знаю, что мне с этим делать. Здесь еще один ларец. Отлично. Необычная... Какая-то... Эпи... Редкая... Необычная перчатка молний. И здесь... Ладно, похер. Похер, друзья. Давайте. Открываем это дело. Скролл... Ни хера себе. Это какой-то имбовый скролл. Редкая... Все, похер. Редкая волчья руна есть. То есть, друзья, я смогу сейчас узнать, где пиздюки. И... Очень неплохо... Очень неплохо... Их... Так, там союзник или кто это, блядь? Почему мне его подсвечивают? Я нихуя не пойму. Ну, судя по всему, здесь никого рядом нет. Ладно, мне показывает, что надо куда-то топить. Давайте полетим. Лети, дружок! Что-то ты слабенько летаешь, но ничего страшного. Это... Я еще не привык, на самом деле, к этой всей хуйне. Что же, нам показывает... Нам показывает... Так. Активируем эту тему. Но я никого не вижу. Я никого не вижу, друзья. Я не знаю. Возможно... Возможно... Это хорошо. С другой стороны, это и плохо. Здесь есть... Сумка. Есть бронька. Да! Это... Это челик в моем... В пате. Вон, видите? Собственно, его хп-шечка... Подсвечивается. Поэтому мы с ним вдвоем сейчас, конечно же... Все это нехуй делать выиграем. Здесь есть еще. Берем в карман все, что берется. Я не знаю, нахуй оно мне надо. Но... В любом случае, малое здоровье. Сундук. Здесь, собственно, надо, друзья, пылесосить. Необычная перчатка ветра. Мне кажется, что перчатка ветра... Это... Это очень неплохо. А у меня аж имбовая перчатка. Ага. То есть, да, я поменял перчатку яда на более улучшенную перчатку. Здесь редкая перчатка. Да, лучше оставить вот так, как есть, друзья. Потому что, ну, вот эта перчатка более имбовая. Собственно, топим. Подрубаем эту херь. Здесь никого нету. Вообще, самый имбовый навык, как по мне, друзья. Потому что оно... Смал... Окей. Редкая перчатка молнии. Окей, возьмем молнию. Не знаю. Во всяком случае... Или у меня... У меня редкая тоже вроде мороза. Давайте все-таки мороз возьмем. Не знаю. Я какой-то херней занимаюсь, друзья. Я, на самом деле, недопонимаю, как здесь лучше. Здесь редкий пояс. Ну, бери редкий пояс. Есть уже такая тема у меня. И... Тут есть еще один сундучок. Сейчас мы его пропылесосим, конечно же. И здесь у нас броня. Судя по всему, да? Как мне сюда залезть, малыш? Что это такое? Похер. Оно все надо. Разберемся, друзья. Разберемся. Не знаю. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы я эту тему вам записывал. Потому что, ну, не знаю. Пока не разобрались. Игра только-только вышла. Эта игра, друзья, вышла в сентябре. То есть 3 сентября она только появилась. Поэтому это свеженькая игра. Я думаю, онлайн здесь небольшой. И, в принципе, и предрещится. Можно топы занимать. Потом какой-то киберспортивный турнир. Да, вот мы уже сейчас будем в зоне. У нас будет все очень неплохо. Судя по всему, с нами был еще какой-то челик. Но у этого челика проблемы. Потому что у него уже нет столба. И, подрубаем. Здесь 100% есть какой-то пиздюк. Да, он что-то подсвечивает. Или это огонь горит? Или это пиздюк горит? Нет, это огонь горит. Так, окей. Ага, я могу здесь спрятаться, блять. Хорошо. Собственно, будем играть от линии, друзья. Я не знаю, у меня техника игры в папке такая вот ебанутая. В плане того, что я сделал. Я по привычке нажимаю Е. Эпическая руна. Отлично. Это руна полета? Или что это за руна? Это, это, это говно, блин. Ну, ни о чем вообще. В принципе, если вы играете через какого-то челика, который в воздухе. Вот как играть через воздух, допустим, да. То, я думаю, это неплохо. Руна такая. Эпическая перчатка ветра. Что ж, будем играть с перчаткой ветра. Перчатка ветра это большой осколок брони. Забираем. Не знаю. Давайте, давайте так сыграем. И где там мой дружок? Мой дружок там уже, наверное, сделал очень много киллов. У моего друга все очень неплохо, насколько я понимаю. И сейчас мы втопим, собственно, к нему, я не знаю, объединимся. Потому что, судя по всему, друзья, если я здесь кого-то встречу, у меня будут реально проблемы. Давайте все осматривать. Вот, есть мой коллега. Он здесь рядом. Он, собственно, это как починки здесь, я так понимаю, да. Но, странно, что нету никого, собственно. Он что-то интересное нашел. Ух ты. А здесь эпическая перчатка молнии, блядь. И нихуя больше эпическая волчья кровь. Нихуя интересного нету. Мне, по-хорошему, надо какая-то супер перчатка яда, друзья. Но пока что я такой не нашел. Давайте подрубаем пса. Собственно, никого здесь не видно. Это супер странно, потому что, ну, обычно, я не знаю, может, здесь не слышно. Какие-то выстрелы, заклинания и прочая херня. Но, как-то... Так, и это... Эпическая перчатка камня. Не, пизду этот камень. Я с ним не играл. Я хер его знаю, как это все работает. Есть там какая-то перчатка. Вроде яда или ветра. По-моему, это ветер, да? Эпическая перчатка яда. Отлично. Редкий пояс. Я не знаю, давайте... Вроде какие-то тапки есть. Я херову знаю. Это редкая руна телепортации. Ну, это неплохо, вроде. Судя по всему, здесь был замес, друзья. Притом, такой не кислый. Смотрите, сколько здесь... Сколько здесь разной херни, да? То есть, это, я так понимаю, умирали люди. И, собственно, с них это все дело выпадало. Ян закрывается. Собственно, не видно таймера нихуя, на самом деле. Может, на карте есть таймер? Да, на карте есть таймер. И сейчас скоро будет заруба. Мне, на самом деле, интересно, какое мы место займем. Потому что мы никого, блядь, не встретили. Так, здесь есть у нас осколок брони, блядь. Необычный пояс. Не знаю, у меня все это дело получше. Поэтому это все не берется. И, собственно... Я наверх хочу, наверх хочу, блядь, не падай. Ладно, похуй. Падай. Ну, сейчас мы, собственно, с моим коллегой все это замутим. Но, конечно... Ух ты, друзья, здесь какая-то тема есть. Интересно. Что это? Это типа аэрдроп или что? Что это такое? Как это работает? Что это за херня, блядь? Ну... И что? И что? Это типа аэрдропа, друзья, на самом деле. А вот там есть пиздюки. Нихуя себе метеорит полетел. Где-то, сука. Ничего себе. Со мной потный челик. Блядь, челик, если ты это видишь, то... Ты неплох. Он просто его взял и выебал. Просто взял и выебал. Вообще без всяких шансов. И здесь у нас дроп. Есть тапки. Бери, скролл. Эпическая перчатка камня. Эпический пояс. У меня какое-то говно, друзья. Но, блядь, надо было оставить этому чуваку. Он, судя по всему, знает, что он делает. Давайте почитаем. Свиток. У нас будет все неплохо. Рвение. Скорость чтения заклинаний. Плюс 20. И это, на самом деле, неплохо, друзья. Перчатка камня. Эпический амулет. Берем эту херню. Перчатка молний. Руна перышка. На осколок брони. Ладно, похер. Ерома со мной. Или Ирома. Не знаю, как это все задумывалось. Но мы пока выигрываем. Друзья, судя по всему, осталось 9 пиздюков. Так, так, так. А где это, сука? Ну, давай пью. Еп. Ю. Блядь. Жмем броник. Я убил его, блядь. Я просто взял его и выебал. Нихуя интересного. Ну, что я могу сказать. Мы потные. Мы реально можем. Мы можем это выиграть, нихуя делать. И здесь, друзья, уже, судя по всему, сейчас начнется экшончик. Нихуя себе. На друг. Держись. Подрубаем эту тему. Друг, живи, блядь. Отлично, он живет. У него стоят, блядь. Ладно, свидаем броник. В принципе, очень неплохо. Эпическая перчатка камня. Эпическая перчатка мороза. У нас все очень-очень с ним неплохо, друзья. Надо, единственное, что найти какие-то расходники, какие-то броники. Вот, есть броник. Малый. В принципе, похуй. Нам лучше и не нужен. И идем, собственно, дальше выигрывать. Надо выебать их всех. Собственно, мы очень неплохо. Мы уже там топ-5, наверное, да? С этим челом. Так, здесь что-то интересное лежит. Здесь, судя по всему, кому-то дали пиздюлей. Есть там челик. Брызги эти до пизды. Я в него попал. Ну не, дружок. Ты кульца заснешь. Выбал, да? Выбал. Выбиваем зельца. Съедаем эту тему. А здесь, судя по всему, топовая перчатка яда, блять. И он ее, сука, забрал. Ладно, похуй. Большое зелье есть. И маленькое зелье есть. Изи, блять. А где тут лайк поставить? Собственно, друзья, вот такой вот геймплей, я думаю, игра. Игра реально вам зайдет. Я советую в нее поиграть, при том, что она абсолютно бесплатна, в отличие от различных пабгов, в отличие от различной другой херни, да, в которую вы играете. То есть, я имею ввиду, какие-то королевские битвы и так далее. То есть, поэтому, в принципе, если вы покупаете игры на торрентах, то это будет лучшая такая онлайн игра. Потому что, на самом деле, здесь весело. То есть, здесь реально весело и игра классная. Ссылка на игру будет в описании. Собственно, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всем пока.